В Доме правительства прошло обсуждение результатов государственной итоговой аттестации и особенностей приемной кампании вузов Республики Татарстан в 2023 году. Пресс-конференция была разделена на две части. Каждый блок отвечал на вопросы, касающиеся образования в Республике. Вначале выступил Ильсур Хадиуля, министр образования и науки Республики Татарстан, который ответил на вопросы по итоговой аттестации. 1 июля у нас был последний день государственной итоговой аттестации. Второй год подряд мы имеем 100% выпуск обучающихся, завершивших освоение образовательной программы среднего общеобразования по федеральным образовательным стандартам, утвержденным в 2012 году о содержании используемых КИМов, контрольно-измерительных материалов, направленных на усиление деятельностей составляющих экзаменационных моделей. Далее начался второй блок брифинга. Здесь затронули вопросы по поступлению в ВУЗ Республики Татарстан. Ильсур Хадиулин отметил, что в Республике прием на 2023-2024 учебный год на программы высшего образования введут 45 ВУЗов. Не могли обойти стороной вопрос, касающийся бюджетных мест. Министр образования Республики подчеркнул, бюджетные места будут выделяться в ходе конкурсного отбора. Стоит отметить, что формирование количества бюджетных мест также зависит от кадровой потребности. 20 июня в ВУЗах стартовала приемная кампания. С 2021 года порядок приема ВУЗа регламентируется приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 года за номером 10276. В 2022 году в него внесены ряд изменений, которые должны быть учтены абитуриентами в рамках приемной кампании на 2023-2024 учебный год. Далее выступил Рьяс Минзарипов, президент Казанского федерального университета. Он рассказал о том, что в этом году прием документов планируется до 25 июля. Абитуриенту важно указать в заявлении приоритетные направления, а также прикрепить аттестат. Оригинал документа можно принести до 3 августа. Далее происходит зачисление в ВУЗ согласно приоритету. Если же вы не прошли первый тур, то происходит зачисление по второму приоритету и так до того момента, пока абитуриент не вылетит из конкурса. Мы занимаем второе место в России по подаче заявлений после франклица. 18 идут в УРФУ и МГУ. То есть, в этом, так сказать, есть какой-то момент. Это, конечно, с одной стороны хорошо, а с другой стороны, наклад определен ответственность, конечно, тоже. Напомним, что подать заявление будущий студент может как очно, так и заочно. Для заочного поступления абитуриенту необходимо зарегистрироваться на сайте Буду студентом или Госуслуги. Если подать документы заочно не получается, то можно это сделать в очном формате. Ежедневно приемная комиссия помогает сотням абитуриентов правильно заполнить документы, а также консультирует ребят по выбранным направлениям. Президент Казанского университета заострил внимание на том, что абитуриент может выбрать несколько направлений. Однако подходить к этому выбору лучше ответственно. Ребята должны осознанно, серьезно подойти к выбору приоритетов. Вообще, идеальный вариант, когда он выбирает максимум три приоритета. Потому что если он пройдет на три направления подготовки, то есть каким-то параметром, то это неплохо. Для того, чтобы процесс поступления прошел комфортно, абитуриентам необходимо ознакомиться с планом приема, который можно найти на сайте приемной комиссии. Также все вопросы можно задать по телефону. Аделина Амдрахманова, Универ Ньюс.